рёмся привет сейчас хочу поставить но не час не знаю у меня час мысль просто мелькнула поставить багажник но у меня есть здесь проблемка проблемка вот такого рода это багажник вот она но дырки здесь на 10 мать вашу отверстия блин там технологи обоссаны отверстия на 10 почему на 10 потому что они садятся на ось вот это вот ось но так как у меня здесь ось должна быть гаечная укрепление на гайках они на эксцентрики вот так вот ничего не поделаешь но такой велик попался на эксцентрики думал что на гайках будет но нет не получилось поэтому поэтому мы имеем то что имеем а именно отверстие под ось крепление крепление здесь вот она вообще вот это вот ну как пальцем типа некрасиво показывать вот она где вот она это крепление вот эта дырка маленькая это под багажник я так понимаю это под крыло вот она это под багажник вон они соответственно еще такие же два гаврика вот этот и вот этот вот но мне что-то надо с этим делать вот с этой дыркой и поэтому я ее решил как-то нашел я нашел я решил и нашел вот такую гаечку вот она вот гаечка где там она вот синтегрированная гайков у этой шайбой она там даже с зубчиками где там есть он скотина не настраивается нихрена она гайка вот такая вот и поэтому я вот такую гаечку подточил маленько то есть вершины грани я маленько заточил но напильником там я ее маленько час потёр даже болгаркой тут вот поуже но надо ее еще уже делать и поэтому она вставляется вот сюда вот вот так вот она вставляется туда прям в эту дырку прям мощно так вставляется хорошо замечательно а я еще там посильнее на забить или подкрутить и вот этим болтиком потом оперировать папа и все но болтик этот на 6 хочу обратить внимание что болтик шикарный это не китайское говнище которое там крепится так где он там вот он опять не хочет короче он 8 на 8 ребята да это хороший болтяра немецкий 8 на 8 это значит 800 мегапаскалей и 80 процентов вязкости вот так вот на 6 казалось бы то вот разница да вот он 5 а вот он 6 но 6 гораздо так ну посерьезнее смотрит ну и во первых хорошие у нее эти характеристики 8 на 8 это супер короче и вот он у меня сюда встанет вот так вот это же зашибись е-мое вот но но пацаны вот тут вот вот эта дырка она мне и так не нравится она дерьмо дырка то но просто невероятное дерьмо короче я ее оставляю в покое я так понимаю эту дырку я тоже оставляю в покое а еще один прикол в том что вот это вот расстояние блин вот тут по идее должна быть ось и от оси должен должен идти нога этого багажника о но она бы тут неплохо смотрелось но багажник если сюда поставить на эту дырку то он будет гораздо выше мать его он и так этот багажнику вот он багажник высокий на сайте позиционировался как на 26 колеса какие долбаные 26 и когда он он даже вот на этой дырке вот тут вот на этой дырке он возвышается блин над колесом как жамалунгма какая-то блин вот ну много какого черта не собаки там написали 26 там нет никаких 26 не пахнет там я не знаю на какие на 30 на на колеса на какие блин ну короче багажник высокий что мне не очень нравится поэтому на эту дырку однозначно и ничего не будет лепиться нафиг она не нужна а сделаем мы вот такой ход конем вот на эту дырку го хотя это гайка да это гайка ребята точнее это вот с этой стороны это типа болт дырявый а с той стороны там гайка вон она гайка короче мы его выкручиваем вот эту вот фигню мы выкручиваем я не знаю одно левое час получится или не получится сейчас это все завалится вся эта снега блин прокручивается паскуда блин короче я открутил вот она этот один болтик одна гайка вот оттуда вот такая вот фигня там стояла вот и у нас тут образовалась вот такая дырка точнее скажем вот она и у нас получается дырка е блин я сейчас поставлю этот самый телефон на что-нибудь мне уже надоел одной рукой держать так вот ревзя вот такая вот штука это дырка получается на 10 как раз 10 то есть вот под эту ножку где она там вот она ножка мы ставим сюда ножку эту совмещаем и сейчас я покажу болтяру мать его вот он вот он болт всех времен народов вот такой болтяра кстати тоже немецкий но вязкость у него уже маленько другая не вязкость такая же восьмерка но прочности ну как предел предел прочности в общем 500 мега паскалей для велика короче оторвется нафиг все на свете только не этот болт и вот так мы его прикрутим по рабоче крестьянский так ну смысле тут еще ножка будет этого багажника все это вместе мы так скрутим нахрен и все вот это будет жесть мощно хотя смотрю вот тут как-то мало я боюсь он будет мешать может быть а вот тут вот маленько как-то ну чё так как-то посмотрим вот так наверно пойдет короче видно будет неохота мне сейчас вставлять все равно я от этой идеи по моему не откажусь мне она нравится вот этот болтяра это все это трындеца ты будешь ехать как король можно полтонны на багажник класть рама отвали развалится на хрен а это будет стоять но это на одну сторону какую вот это прямая ножка а вот это вот фигня то вот это вот хреновина вот это вот ножка это надо на ту сторону ставить потому что тут вот это баланда стоит умные эти говорят это калипер калипер вот видишь я выучил это слово я стал умным чуваком сразу да как этот попугай я сказал калипер значит я умный ну ладно так а вот здесь вот мы сделаем дырку соосно той дырки я не знаю где она должна быть пока но это мы измерим конечно все где-то я думаю дырка вот здесь вот должна стоять вот тут поймать его я солнце заграждают вот где-то вот здесь и должна быть дырочка что вполне нормально но тут будет дырка уже на 6 хотя я нашел сверло на пять с половиной попробую закрутить этот болтяру короче вот такая штука будет что вот здесь будет на 10 стоять а там будет дырка на 6 вот с этим болтиком вот с этой гаечкой вот мы и вкрутим хоп она на 10 у меня получается все вот это вот мы вставляем и туда хоп и готова я и тоже в принципе на разрыв тоже не хило тут будет работать ну во первых тут все-таки болт так болт 8 на 8 как ни крути вот такая тема сейчас буду это делать так мы сейчас про переключатель маленько ну как вы можете заметить у меня супер мега переключатель всех времен народов лучший в мире турней т.з. о вот так вот японская техника прям мега импортерный товар аж шесть скоростей вон там написано вам это будет конечно все хотя я могу перевернуть наверное перевернуть черт с вами но сейчас я показываю перс ногами ладно я выкрутил вот тут колесико да его сейчас нету ну ты будешь настраиваться ну нету его тут колесико мне стало интересно что там а оказалось все плохо там вот это колесико стояло красненькое самое лучшее в мире да там вот эта втулка была а ну что самое интересное в этом колесике есть вот этот паз паз вон он он паз его же видно мать его что тут есть паз но когда я раскрутил я там ничего не нашел кроме вот этой железяки она была стиснута вот этими щечками стойками и все больше там ни хрена нету я просто обалдел честно говоря но это ужасно потому что вот я на алиэкспрессе покупал какую-то вот такую черную фигню там тоже есть пазы вот это вроде как закос на срем наверное я не знаю а может быть на шимана тоже на какой-то там ну вот я у себя на срем брал вот эту ну этот засранец китаец мне прислал почему-то одно колесико хотя на фотке конечно хитрожопа было произведено два колесика я то думал пара будет а хрен там он мне прислал одно и так оно у меня и валяется пока а на среме у меня там стоит старая но даже у китайского у этого барахла шла вот такая штучка так где она вот это тут железка понятно и к ней идет вот типа такого сальника или пыльника я не знаю что это за фигня он конечно тут сделан крайне дерьмово у меня на среме там все плотную вот это стоит мне вот так вот она качается вот и типа вот таким болтиком то там с чечками все это сжимается и все ништяк крутится вот поэтому я это не буду ставить кстати я даже вот это не буду как это секта говорит на промах бля откуда они такое дебильное слово взяли я не знаю как будто другие подшипники делает дядя Вася в этом в деревне где-то в сарае блин на промах у них вот дебилы мать его но ладно хрен с ним прома я его не буду ставить у меня их две штуки таких вот а поставлю я именно красненькое именно красненькое чтобы посмотреть как оно работает но единственное что я добавлю вот эти фиговины ну потому что без них ну совсем какая-то задница и вот это колесико ну я уже понял говорят что оно не разборное типа заклепанное вот этого шляпа нет оно разбирается конечно если его вот тут где-то где эта дырка вот она дырка вон она и если в этой дырке снять скорее всего там какая-то стоит ну такая расклинивающая как это называется забыл это я ее не вижу конечно но она там есть типа суслика которой нету но он есть вот в этой вот дырке вон она если его все это убрать эту шайбочку расклинивающую или как она называется стопорящуюся то короче все это вываливается вот этот штырек тоже где он паскуда вот она и все это разбирается вместе с колесом так что я не знаю там какие рукожопы говорят что это все не разбирается типа не ребята разбирается и вот эта вот штука мне нифига не нравится бать его он там чё фокус то все уходит вот этого железяка там с обоих сторон по миллиметру блин вот рукожопы и пошки блин не могли это же автомат в конце концов ну могли же падая что-то сделать короче я с этой стороны показываю правда ее тут ни хрена не видно блин путем вот этого железяка она туда-сюда и увозит блин миллиметр туда миллиметр сюда вот так вот пын 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 точнее два миллиметра да короче когда ее по центру поставил между вот этой черненькой не знаю и вот этой беленькой железками было по миллиметру с двух сторон вот так вот да конечно все это дело вот так вот и как-то хлябает ну хрен с ним оно все натянется цепью что тут еще какой момент мне вот этот момент не нравится тоже какой-то это что японцы такое придумывали дебилизм вот он в крайнем положении сейчас стоит это значит на седьмой скорости типа а он вот так вот перегнут ну что за рукожопство а боже мой вот он сейчас потянет его и будет вот так вот искривляться но это какое-то что-то как-то не доработано все это дело ну а пока сейчас будем вот тут дырку делать на пять с половиной пробовать керн мега супер молоток я уже тут сделал отметочку от трех разных точек так что она прям ровно-ровно получается изумительно ровно вот так вот эй мать его сейчас маленьким сверлом пока оп оп опа так поехали пацаны да что ты опа надо сказать он такой металл прикольный но это не металл это дюраль ну наверное к металлам тоже относится теперь на пять с половиной пробуем вот этот вот потолще эх новенькая советская вот это зверюга так я ровненько держу ровненько вот 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 и и где этот болтяра но конечно не полезет но однозначно да хотя вот что-то как-то цепляет болгарка болтик сейчас мы маленько заострять будем но все ребзя я нарезал резьбу в дырка пять с половиной болт на на 6 и стать такая крепкая что в принципе из него можно метчики делать да где там видно чего-нибудь ну конечно нихрена ничего не хочет там настраивает ну в общем там есть резьба ну в принципе мне не критично конечно я тут болтами так стяну все это дело что но так для прикола сделал она вот отсюда хорошо видно резьбу ну-ка ты нет не хочет показывать короче она там есть да но вот так вот получилось вот маленько вот он это рюк фу рюкзак говорю багажник и он маленько получается так что вот это вот крепление оси она маленько ну заходит короче это я ее просто сейчас повесил и по но немного надо подсточить это дело но это уже потом будет сейчас главное я показал как вот у меня мысль такая а здесь вот такой болтяра будет громадный стоять мега громадный все зашипись он там стоит я уже еще один понял минус это и как их тормозов то мало то они мешают короче я еле снял тогда это колесо она плохо снимается вот эту штуку все это оттягивать надо почему-то на дженте у меня легко взял вот так рукой оттянул бас ее вытащил и все тут нифига ничего не вытаскивается путем я даже шину скачал чтобы она вылезла оттуда мало того сейчас сталкивать надо чтоб сюда она залезла вся это на эту сторону и на ту сторону надо смотреть потому что там вот этот диск он куда-то не туда все время лезет блин ты пока туда запихал здесь что-то выдерну короче это жесть но в общем вот такое час видео такой тип отчет засим откланиваюсь наверно так